Привет друзья, я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я расскажу вам, как разблокировать загрузчик и установить глобальную прошивку на смартфон Xiaomi 11 Ultra, выпущенный для китайского рынка. Сначала вам необходимо зарегистрировать Mi-аккаунт, в этом нет ничего сложного. У меня давно есть Mi-аккаунт, поэтому я просто авторизуюсь. Обе функции должны быть включены. Нажимаем кнопку Agree. На этом этапе нажмите Allow. Возвращаемся назад. MyDevice. AllSpecs. Нужно нажать 8 раз по пункту MIUIVersion. Появится надпись UAnoutDeveloper. Это означает, что вы включили режим для разработчиков. Возвращаемся назад в раздел настройки. Additional Settings. Листаем ниже и выбираем Developer Option. Затем нужно найти раздел Mi Unlock Status. Важно, на этом этапе доступ в интернет должен осуществляться через сим-карту. Нажимаем на кнопку Add Account and Device. Должна появиться надпись Added successfully. Mi-аккаунт is associated with this device. Далее выключаем смартфон. На выключенном смартфоне нажимаем кнопку уменьшения громкости и подключаем смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. На экране смартфона должна появиться надпись Fastboot. На компьютере запускаем программу Mi Flash Unlock. Нужно авторизоваться тем же Mi-аккаунтом. Немного ждём. На этом этапе нужно нажать одну единственную кнопку Unlock. Программа предупреждает нас о том, что разблокировка загрузчика приведёт к потере всех пользовательских данных на смартфоне. Нажимаем Unlock AnyWay. Программа снова предупреждает нас. Смартфон с разблокированным загрузчиком – это лёгкая мишень для вирусов, которые могут повредить устройство и привести к финансовым потерям. Снова нажимаем Unlock AnyWay. Первый раз у вас ничего не получится. Так и должно быть. Надпись гласит «Попробуйте разблокировать загрузчик через 168 часов». Это одна неделя. Не стоит добавлять другой Mi-аккаунт. В противном случае снова придётся ждать неделю. Через неделю снова подключаем смартфон к компьютеру в режиме Fastboot. Запускаем программу Mi Flash Unlock. Соглашаемся с условиями. Вводим тот же логин и пароль, который использовали в смартфоне. Проделываем уже знакомые нам действия. Совсем соглашаемся и дважды нажимаем кнопку Unlock AnyWay. Немного ждём. Если всё прошло успешно, то должна появиться надпись Unlocked Successfully. Половина дела сделана. Смартфон должен автоматически перезагрузиться. На экране смартфона при загрузке теперь будет появляться значок в виде открытого навесного замка. Первая загрузка будет долгой, около 5 минут. Я вырезал этот фрагмент на монтаже. После того, как смартфон включится, и вы увидите, что смартфон заблокирован, нужно снова перевести смартфон в режим Fastboot. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости и включения. Кабель при этом должен быть подключен к компьютеру. Скачайте и распакуйте глобальную прошивку для режима Fastboot. Все ссылки есть в описании к данному видео. Прошивка упакована в двойной архив. Для распаковки этого архива лучше всего использовать архиватор 7-Zip. Также нужно около 10 гигабайт свободного дискового пространства. В пути к файлу не должно быть русских букв. Лучше всего распаковывать прошивку в корень C или D диска. Затем нужно запустить программу Mi Flash Pro. Если программа попросит доступ к интернету, то нужно дать программе все разрешения. По возможности используйте самую новую версию программы. Для прошивки смартфона с разблокированным загрузчиком в режиме Fastboot не нужен сервисный аккаунт. На этом этапе укажите программе страну, в которой находитесь. Можно выбрать любую страну. На процесс прошивки это никак не повлияет. После этого кликните по разделу Mi Flash. Если вы ранее не запускали программу Mi Flash, то программа предложит вам автоматически установить драйверы. Обязательно соглашайтесь. Снова кликаем по кнопке Mi Flash. Кликаем по кнопке Select и указываем путь к папке с прошивкой. В нижней части окна программы обязательно выберите пункт Clean All. Затем кликните по кнопке Refresh. Если драйверы установлены корректно, то появятся цифры с буквами. Это идентификатор устройства. А также появится строка состояния загрузки. Вам нужно кликнуть по кнопке Flash. Начнется процесс прошивки. Он занимает около 10 минут. Ни в коем случае в дальнейшем нельзя блокировать загрузчик. Иначе получите ошибку «This MIUI version can't be installed on this device» или «System is destroyed». И тогда бесплатными способами вы не восстановите свой аппарат. Если в конце прошивки появится вот такая надпись «Error Not Catch Checkpoint Fastboot-Slog», не переживайте. Так и должно быть. Это сообщение выходит, потому что мы запретили программе блокировать загрузчик после окончания прошивки. Далее нам нужно подключить смартфон к Wi-Fi. Затем возвращаемся назад, выбираем «Activate this device». Нужно ввести пароль от вашего МИА аккаунта и нажать кнопку «Activate». Далее нужно просто пройти настройку, выбрать язык, страну, согласиться со всеми условиями. Думаю, с этой задачей вы справитесь без моих комментариев. Это всё, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. Всем удачных ремонтов и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok